Приветствую вас друзья! В этом видео я буду маскировать аквариумный фильтр аэратор, который вы возможно видели в предыдущих видео по сборке аквариума под природный камень. Идея заключается в том, чтобы спрятать фильтр под грот, оформленный в виде камня. Для того, чтобы закрепить форму, накладываем на помпу фольгу и облепляем ее полимерной глиной. Когда форма зафиксирована, отправляем ее на промежуточное запекание. Согласно инструкции к полимерке, это 15 минут в духовке при 130 градусах. После нам нужно обеспечить циркуляцию воды. Для того, уже в запеченной форме прорезаем отверстие, через которое вода попадает в фильтрующий элемент. Отверстие далее замаскируем в естественное отверстие, которое вода как бы проточила в камне. Придаем нашей отформовке произвольную форму. Можно, например, посмотреть, какие вообще бывают подводные природные камни. Но я, например, выбрал как основу песчаник. Мне кажется, это самый интересный камень для аквариума. Итак, сейчас, когда уже начало что-то вырисовываться, не забываем, что песчаник покрыт множеством отверстий и пор, которые остаются в результате взаимодействия со струйками воды в природном водоеме. И самый простой способ сымитировать все эти поры, это взять шарообразный стик и выдавить много-много шарообразных вмятин. Если нет стика, можно использовать спичную головку, например, или вообще, чтобы под руку попадет. После, когда будет готова часть фактуры, отправим наш грот в духовку, чтобы при выполнении дальнейшей работы ничего не раздавить и не сломать. Передадим теперь естественный вид приточным отверстиям, которые образовались в результате продолжительного протекания воды сквозь наш грот. И снова возвращаемся к тому, что придаем пористую фактуру нашему гроту с помощью шарообразного стика. Задней поверхности грота тоже требуется уделить внимание. Необходимо затереть стыки полимерки. Чем ровнее все это будет заглажено, тем меньше проблем с покраской и покрытием лаком у нас будет в будущем. Теперь, пока я добавляю дополнительные объемы к этому гроту, можем поговорить о том, как выглядят такие фильтры в аквариуме. Я думаю, вы согласитесь, что они реально портят вид. Бесформенный кусок пластика, который висит там на задней стенке, а замаскированный таким способом он гармонично впишется в интерьер маленького домашнего водоема. И к тому же, при таком оформлении у меня не будет проблем с его чисткой и обслуживанием. Я окончательно запек грот из полимерки. Теперь он напоминает кусок пластика и устойчив к физическим воздействиям. Теперь приступим к покраске. Для начала я покрою его плотным слоем черного цвета. Знаю-знаю, песчаный, как правило, песчаного светлого охристого цвета. Но это не вписывается в концепцию моего аквариума с черным фоном и черным грунтом. Поэтому строгий плотный черный цвет я использую как подложку. Это поможет мне подчеркнуть пористую фактуру камня. После того, как слой черной краски подсохнет, настанет время добавить контраста. Я нашел у себя самую мягкую кисть, которая была. По-моему, это куница для моделирования. В общем, для дальнейшей работы нужна самая мягкая кисть. Также подойдут акварельные кисти. Наношу тонкий слой белой краски поверхностными легкими мазками, чтобы краска не заполняла поры, оставалась только на выступающих частях и быстро высыхала. К тому же выступающие части я выделю еще одним плотным слоем белого. Это придаст более интересный вид моему искусственному камню. По краску я выполняю акриловыми художественными красками. Сразу хочу сказать, что акриловая краска любая, вредна для рыбы, не держится даже неделю в аквариумной воде. Это не пустые слова. Я лично проводил испытания краски в воде. К сожалению, я не записал это, но в общих чертах итог такой. Один-два дня и краска начинает пузырями отслаиваться от окрашенной поверхности. Тем более, если это полимерка, а через неделю она хлопьями слезает. К тому же образуется слизь, которая портит воду. И это точно не понравится вашим аквариумным обитателям. Значит, чтобы использовать акриловые краски в аквариуме, нужно покрывать их лаком. И это обязательно. Мой аквариумный эксперимент и направлен на то, чтобы определить, какие лаки можно использовать для аквариума. И первый на очереди акриловый художественный лак. В инструкции написано, что он не токсичен при полном высыхании. Им я и покрою свою работу, но не спешите повторять мой опыт до того, как я не озвучу вам результаты эксперимента. В следующем видео я сделаю еще один грот и покрою его автомобильным акриловым лаком. И после обязательно сниму видео, как эти лаки взаимодействуют с водой и рыбками. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Фото моих работ в аквариуме вы можете посмотреть в инстаграме. Ссылочка в описании. До скорого!